В этом видео мы познакомимся с PyCoreSight для iPad. Итак, PyCoreSight загружается с App Store и запускается, как любое другое приложение на iPad. Мы просто нажимаем иконку и попадаем в приложение. Здесь мы видим список экранных форм, к которым у нас имеется доступ. Я подключаюсь к серверу PyCoreSight и все экранные формы, хранящиеся на нем, доступны для просмотра на моем iPad. Таким образом, получается большой список общедоступные. Вот все экранные формы, доступные мне. Если я выбираю какую-то экранную форму, iPad обращается к серверу, сервер возвращает данные и мы просматриваем эту форму. Мы можем масштабировать тренд с помощью пинч-масштабирования, прокручивать его. Да, именно так я могу получить все данные на мой iPad. Доступно большое количество разнообразных экранных форм. Есть формы, содержащие только числа и значения. Вот пример такой экранной формы. Есть формы, содержащие только тренды, как вот это. Здесь у нас таблица, отображающая значения, мини-тренд и базовые статистические данные. Затем у нас есть экранные формы, отображающие данные в графических шкалах. Также могут быть горизонтальные индикаторы, как вы видите здесь. И, конечно, есть экранные формы, содержащие различные типы элементов в любых комбинациях, как эта экранная форма, на которой есть и тренды, и таблица. Итак, как мне работать с формой? Я могу прокручивать ее пальцем для смены времени. Пинч-масштабированием можно менять временной интервал. Я также могу менять его, нажимая на эту иконку внизу. Если я хочу зафиксировать временной интервал на одном из трендов, чтобы он не менялся, когда я работаю с другим трендом, я могу просто нажать на время, отображаемое внизу тренда, и зафиксировать его. После этого, если я меняю временной интервал у другого тренда, первый остается неизменным. Если я хочу увидеть конкретное значение в определенный момент времени, я могу дважды нажать на соответствующую часть тренда и могу перетаскивать курсор по временной шкале. Если же вы хотите знать, что происходит прямо сейчас, можно нажать кнопку «Сейчас», и экранная форма отобразит текущие данные. По мере поступления данных, экранная форма обновляется автоматически. Вы нажимаете зеленую кнопку, и можете видеть, как обновляется время. Эта экранная форма взята из версии Pi CoreSight для компьютера. С iPad мы можем только просмотреть ее. Вы видите, что на iPad у нас нет возможности добавлять или убирать элементы формы. Это некое ограничение, связанное с удобством использования. Если вы хотите что-то изменить, вы должны использовать версию Pi CoreSight для компьютера, которая показана здесь. Сравните две версии. Вы видите, что они одинаковые. Обе верхней части имеют список значений, затем таблицу и два тренда. Если я захочу изменить это, мне нужно внести изменения в экранную форму Pi CoreSight компьютерной версии. Форма на iPad соответственно обновится. Если я хочу сохранить какие-то важные для меня экранные формы для повторного быстрого доступа к ним, я могу нажать значок звездочки. Если вам доступно значительное число форм, а вы работаете только с некоторыми из них, будет удобно иметь их в виде отдельного списка. Итак, я нажимаю звездочку здесь, и мы видим, что экранная форма добавляется в список избранные. Если я звездочку снимаю, экранная форма исчезает из списка. Внизу мы видим список последних просмотренных форм. Так что если мы снова захотим просмотреть какую-либо форму, к которой мы недавно обращались, идем в нижнюю часть экрана, и здесь у нас список недавно просмотренных форм. Если мне нужна какая-то конкретная экранная форма, я могу нажать в поле поиска, и активируется клавиатура. Давайте, например, поищем все экранные формы, содержащие слово «батч» в названии. Ввожу текст в поле поиска, и мои экранные формы отфильтрованы. Показаны только содержащие в названии соответствующий текст. Предположим, теперь я хочу искать экранные формы по создавшему их пользователю. Вот, предположим, я ввожу «Ти Браун», и теперь вижу экранные формы, отфильтрованные по создавшему их пользователю. «Ти Браун», «Ти Браун». Итак, мы познакомились с PyCoreSight для iPad, данные PySystem с вами где бы вы ни были.